В этот солнечный майский день участники православной олимпиады вместе с родителями спешили в детскую школу искусств. В фойе можно было закончить последние приготовления и настроиться на хорошую игру. Ведь каждая из восьми команд участниц тщательно готовилась к этому событию. Подготавливались долго, хотим увидеть результат. Надеемся, что займем перезвое место. Более трех месяцев участники олимпиады готовились к предстоящим испытаниям. Самый интересный конкурс, конечно же, творческий. Ребята должны показать небольшое представление. Сюжеты, представленные на этом конкурсе, были самые разнообразные. Катя Крамаренко из команды «Ника» сыграла главную роль в сценке, подготовленной ими для олимпиады. А в обмен на исцеление Феврония попросила, чтобы в жены взял ее. Но была она бедна и худородна, и забыл он, исцелившись про нее. Мы играем сценку про Февронию. Я есть Феврония. Я вылечу князя, и он на мне поженится. В моих руках раствор, которым я буду его лечить. Для своей сценки, которая по правилам длилась всего три минуты, ребятам из команды «Миротворец» пришлось потрудиться. Красочные костюмы и движения помогли зрителям понять смысл, вложенный в мини-постановку. Это будет танец про то, как монголы пришли на нашу родину, и мы благодаря ее отвоевали. Если первый конкурс был самым красочным и эмоциональным, то второй и третий предусматривали наличие знаний по заданной теме. Мы стараемся каждую Олимпиаду посвящать какому-либо памятному событию церковного года. Сегодняшняя Олимпиада в этом году посвящена памяти преподобного поэзии Святогорца. И ребята показали, что время, потраченное на подготовку, прошло не зря. Команда «Фавор» – Елисей. Команда «Жемчужинка» – Елисей. Конечно, в зале были болельщики, которые переживали за свою команду. Но православная Олимпиада всегда отличается тем, что все участники чувствуют дружескую поддержку каждого зрителя. Ведь главная задача вовсе не победа, хотя и знания, приобретенные при подготовке, тоже важны. Главное – возможность общения. Как правило, храмы друг с другом вот так вот тесно, редко общаются. Духовенство может общаться, священники друг с другом более часто. А вот чтобы дети и воскресными школами вместе собирались, наверное, такой площадки и нет. Это единственная такая площадка, когда со всех практически школ, основных храмов нашего благочиния собираются вместе детки. Собираются вместе и дети, и взрослые, одной большой дружной семьей, в которой все живут в мире, дружбе и вере в Господа Бога. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Сергей Ларин, Видное ТВ.